Всякое. Давайте посмотрим. Павел против Оранжа. Стартует эта партия. Давайте смотреть. Ура! С удовольствием посмотрим на эту встречу. Оранж уже ведет по ходу матч с счетом 1-0. Играет он на своем жреце, а Павел против стоит ему на чернокнижнике. Могу сделать предположение, что все-таки Павел попробовал сыграть через Шамана в первом круге и не получилось. В последнем туре, который мы смотрели от Павла, первая победа была именно на Шамане. Поэтому он открывается на Шамане. Также мы видели опенинг через приста. Тоже такое было. Что, монеты горные, нет? Игорь, нормально. Шутейки поддерживаешь. Классика жанра. Ну куда же без этого. И открываем колодки, смотрим, что там есть хорошего у Павла и Оранжа. Павел, Павел. Два, по сути, действительно мастодонта нынешнего Хардстоуна. Причем, друзья, любопытный факт. Оранж и его выступление впервые озарило чемпионат прилимы. До этого он на прилимах не выступал в этом году. Это его первые прилимы в году. Ну, пока что все очень даже успешно. Очень круто. Складывается для представителя Тима Лайнс. Близок к тому, чтобы пройти далее. Более того, это топовая пара игроки, которые занимают верхушку. Я так понимаю, Оранж третий турнирной таблицы. Даже в случае поражения он со статой 5-2 под Тима Лайкером точно проходит. Ну, а Павел и того идет пока 6-0. В очередной раз доказывая всем свою силу и мощь. Раза на пятый. Андуин на восьмой. Где-то я это видел вчера. Победа с Гринца. Поехали дальше. Почем неоднократно. Единственный вариант сейчас выиграть у Павла, это просто задавить горными. Но надо как-то разбираться еще с вот этими двумя неприятными существами. Но тут в лицо. Просто в лицо. Ты должен успеть до восьмого хода задоминировать своего противника. Это под силу хендлоку. Это сила колоды как раз-таки в том, чтобы контрить подобных престов. Но когда там на пятый раза на восьмой Андуин, тебе нужно просто дожить до восьмого. А тут пока с этим есть сложности. Мы можем зачистить одного горного, что приятно. Но по-второму есть проблемы. И у нас нет ШВД. Соответственно, нам минимум еще дважды горный пропишет в лицо. А это шестнадцать. А там еще какой-нибудь абиссал. И может и приплыть здесь оранж. Спокойно причем. У тебя просто нет каких-то вариантов. Меняем. Ага, Вестника Рока все-таки ставит. Находит такой ход. Ура, души. Ну, вытягивание, конечно, это было бы неприятно. Еще и служителя були. Ну, это вытягивание, да. Ну, обназначен. Консол. И поход в лицо. На восемь и девять. Шестнадцать хп остается. Тиранды. Это Смоленой страж. Немоты две у Павла в колоде. Это обычная немота за ноль. И Песникрат за пять. А, стоп, 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 стоп. Песникрат упал. Это, это, да, да, да. Это же урон же. Это пятерка. Один разрушитель чар, да. Переполу там с жрецом. Один разрушитель чар в Варлоке. И все. Ну и Андуин должен появляться на игровой доске. Вот он, темный жнец Андуин, который убивает Абисала и Горного. Но уже противостояние мне нравится. То есть у Павла два Великана на старте. У Оранжа Разок и Андуин на старте. Вопросы, почему эти ребята в топе таблицы еще остаются. Дракон 4.10 тоже так неплохо смотрится. Будь с монетки разыгрывается гадкий на три зимы. Павел Нистовый сейчас топит. Нистова заставляет противника что-то придумывать. Но может в эту борьбу вступит Лира. Очень нужно безмолвие за ноль. Просто в задалки не ходим. Пошла жара и погибнуть недалеко. Но вообще тяжело, конечно, подобному чернокнижнику. А вчера Павел буквально вот из-за одного тапа проиграл в подобном противостоянии. Лишний раз прожал жизнь отвод. И как раз эти два хп в итоге ему стоили игры. Здоровье еще находит добавок. И тут уже может уходить в отрыв полностью Оранж. Добирая еще большее количество заклинаний на урон. Это еще две единицы урона. Но Павел тут уже не выкарабкается, друзья. Я это два ноль. Да уж это грустно. Кровопийца украл. Да? Сильно. Но это на самом деле не сыграет. Не, ну понятно, что не сыграет. Просто все равно забавный. Смешной момент. Пак, ну максимум хила. Может быть и выкарабкается. На самом деле хп у жреца тоже не так много. 14, здесь 11 в ответ. И сколько? Нужно 6 раз прожать обилку. 6 раз прожать обилку не может сейчас Оранж. Сколько у нас карт? 8, да? Это выстрел. Это добор трех карт. Это зелий исцеления. Пойдет далее Кровопийца как раз со стороны Павла. Сыграет он ДК Голдана. И получит еще 5 брони. И смену обилки на возможность лечиться и нанесить урон. Ну будем играть мы через новое заклинание жреца, судя по всему. Насколько я себе это вижу, да? Пожирание разума. Добор трех карт. Точнее, воровство трех карт из колода оппонента. Это Нечестивый Фанатик, Шаргун и Дракон. Причем Нечестивый Фанатик с Осквернением на жреце. Классика жанра. Но тут Нечестивый Фанатик пойдет уже и от Павла, я так думаю. Нет, здесь точно нужно играть Голдана и добирать эти единицы брони. Что ж. Пять выстрелов, да, необходимо нанести. Есть ли такая возможность? Четыре карты нужно сыграть. Ну да. Победа. Для Шведа. И два моль, вот так вот Оранж пока что проезжается по Павлу. Сильно? Ну тут слишком сильный жрец попался, да. В целом и так жрец контрит Варлока. Если находит на старте. Ну, жрец контрит кого угодно, если находит в контрольном противостоянии. Нет, ну Варлоку невероятно тяжело. Тут ничего добавить. Ты еще показывает все своя моль. Красиво, красиво. Оранж. Два моль. Жрец приносит победу Оранжу. Интересно посмотреть, какая колода остается для него. Опять же, джей друиды 100% в бане. Я не думаю, что кто-то будет мудрить и пытаться как-то законтрить. Тем более, ну, лайнапы таким образом построены, что если Оранж еще может попытаться как-то джей друида законтрить, то у Павла как-то совсем с этим все будет грустно. Поэтому с банами все понятно. Вопрос в том, на чем первую партию отыграл Оранж и одержал победу. И что у него за колода осталось. Одна колода остается. У Павла еще весь лайнап впереди. Но тут есть возможность камбэка. Павел, отмечаем, что это именно тот парень. Это тот парень, который вообще не тушуется. Он столько раз это совершал, что вообще, друзья, все хорошо и не стоит переживать. Но в целом, конечно, Оранжа мы уже отмечали. Война более гибкий и сбалансированный в какой-то степени. Должен он, по идее, Павла проходить. Но посмотрим, как получится. Павел на этот турнир привез шамана. Это токен Evolve Shaman. Хендлока мы видели. Такой современный. Варлок, где играются, безусловно, демоны. Играется ДК. И также присутствуют драконы, шаркуны и горные великаны. Прист, который играется тоже через ДК. Через Разу, казакуса. Ну и друид, друид, как бы классика жабра. Оранж, это Мурлок Паладин, Пират Воин, Жрец и Друид. Стандартные хорошие деки от Оранжа, которые здорово просто себя показывают нынче в ладере, которые являются королями ладера. Поэтому такие деки и заходят на ура. То есть он не привез шамана, что здорово. Есть всегда Пират Воин, всегда есть Мурлок Паладин. И две колодки, которые тоже тащат. Топовые. То есть, по сути, четыре колоды топовые из ладера прямо сейчас. Просто хорошие, сбалансированные с учетом технических карт. То есть то, о чем мы говорили ранее, почему на турниры берут одни колоды, а в ладере лучше чуть-чуть менять эти колоды. Потому как есть Разрушители Чар, есть Алхимики, которые контрят, например, определенных там Вестников Рока условных. И все технические карты определенно помогают. Там в зеркальных противостояниях против фризмагов и так далее и тому подобное. Тут Оранж вообще красавчик. И вся та группа Alliance, которая была привлечена к разработке этого лайнапа, они, конечно, проделали колоссальную работу. Асткака тоже здорово себя показывал. Но он уже... Он проиграл Oldboy. Причем проиграл Oldboy в шестом туре. Я так понимаю, что после этого у Асткаки шансов как раз не осталось. Были шансы либо Асткаки, либо Oldboy. То есть тот, кто побеждал, тот проходил дальше. Ну что, вопрос открыт. Какая дека остается в лайнапе Оранжа? Мне кажется, это все-таки будет пират-воин. Хочу показать просто Александру кое-что. Я вас понял, Игорь. Интересная информация. Чувствуете, да? Да, красиво. Все, посмотрим. Поэтому, друзья, вам не покажу, но вы об этом обязательно узнаете чуть-чуть попозже. И обрадуетесь. Сморк в чат, если хотите, чтобы Игорь показал вам. Мне он уже показал, кстати, только что. Это было божественно. Ну что ж, друзья, ждем старта следующей партии. Противостояние Оранжа и Олдбоя. Олдбоя. Оранжа. Оранжа и Павла. Может быть, я что-то напророчил, и Олдбоя с Оранжем сыграют в плей-офф, посмотрим. Кто знает, кто знает, друзья. Поживем, увидим. Но у нас грядет дальнейшее противостояние. По Павлу и его камбэком хотелось бы чуть-чуть пройтись. Давайте вспомним на секундочку. Близко он прошлого года, когда Павел улетел в сетку лозеров, и он проигрывал в предпоследнем матче, соответственно, ему нужно два поединка, он проигрывал со статой 0, там, по-моему, 3. Ему нужно было выиграть 4 партии подряд. По-моему, так же там было, да? Ну и как бы... И он тащил раз против друида. Тогда было реально... Там стрик из 8 друидов. Павел победитель друидов. Да. Реально стрик из 8 друидов. Если вот вернуться назад в прошлое и вот рассмотреть вообще этот невероятный Близкон, это чудо. Даже не чудо, а та игра с Амнезиаком, да, знаменитая, легендарная, которая стала апофеозом. Даже не гранд-финал, который тоже был крутой. СНГ гранд-финал, да, Украина против России, Павел против доктора Хиппи. А вот именно та встреча с Амнезиаком, с главным фаворитом того турнира, этому предшествовала игра в группе, где у Павла действительно шансов было крайне мало, но он совершил не то, что маленькое чудо, и это было прям какое-то невероятное что-то с чем-то. Но у нас уже следующая игра в разгаре. Все-таки на пиротваре Оранж, судя по всему, одержал победу в первом матче. И сейчас на паладине противостоит Чернокнижнику. Давайте посмотрим, какая способность бороться вообще с Мурлоками у Павла, если тут хоть где-то крабы. Но крабов я не припомню, если честно, нет. Крабов здесь нет. То есть так же, как и ползуны Галака отсутствуют в большинстве... Вообще ни одного ползуна Галака. То есть таких технических карт не присутствует. Закрываемся стенкой. И будет ударяться даже здесь Павел. Хил на 4 и отсутствие хила для противника. Четвертый ход для шведского игрока. Приходит в руку похитительница Трупа. Он играет с 2 Мурлок. Это Волнамут и второй Варлидер. Это позволяет пройти сквозь стенку, сохранить в живых своего первого полководца, ну и бафнуть Волнамута. Что-то страшный стол как-то становится внезапным. Да уж. И самый главный вопрос, что с этим столом делать? Гадкий Натризим. Убивает одного из полководцев. И далее мы попытаемся разобраться с помощью Водского пламени, которого у нас нет, но которое обязательно произойдет в стопдек, например. В любом случае, ты таким образом убираешь одного полководца, что очень здорово. Плюс занимаешь сам стол, Сатризим стоит, безусловно, размениваться. Это очень сильная карта. Ну и Оранж к этому ходу по таймингу находит своего легендарного Мурлока. В ответ Горный Великан. Второй Горный Великан, возможно, появится на следующем ходу. Или же мы увидим вариант Дракона, плюс еще что-то. В общем, есть тут вариации. В руке у Чернокнижника. Пожирательницу трупов бы раньше реализовать, пока у тебя не пришел в руку Страж Бури? Либо тот же Синополу гнез. Да, хотелось бы. Хотелось бы быстрее разобрать эту четверку. И Хилл-то, наверное, сейчас не так нужен. Сцеление. Ну, а вот Министовство пригодилось бы. Нравится ли тебе эта четверка вообще, Игорь? Она здорово синергирует с паладином, я считаю. Не, ну это понятно. Ну, вообще, в целом, как карта, мне не очень, например, нравится. Ну, слишком много эффектов за четыре кристалла. У тебя и Божественный Щит, и Похищение Жизни, и Нистовство Ветра. Нередко сталкивался с ситуацией, когда эти эффекты пропадали. Бывало такое? Ну, то есть, приходит тебе в руку, тут же, не знаю, Стражбурь, семерочка, да, с Нистовством, который используется сейчас, для того, чтобы дать подобный эффект, как раз, Похитительница Трупов. И все, ты без Винфьюри. Приходит Синопол, ты без Лайфстива. То есть, ну, такая вот карта, она, безусловно, интересная, сильная, но вопросы по ней все-таки остаются, на мой вкус. Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные. Почему бы и нет, Александр? Мастер Кругфу, кстати, используется в качестве замены периодически, может быть, видели. Но в этом турнире ни один участников не привез. По монокривой мастер Кругфу заходит лучше. Вчера вот тоже с Михаилом обсуждали этот момент. Мне кажется, что Стражбурь действительно очень тяжелый, но тоже есть плюсы у этой карты. Это все-таки большее количество ХП и четыре атаки против Преста, если ты стоишь лучше. И в целом карту эту забрать сложнее. То есть, она сама по себе, казалось бы, там не так много статов добавляется за дополнительные два кристалла маны, но тем не менее. Но по монокривой, безусловно, мастер Кругфу, значит, лучше. Потому что пятерок мало в подобных колодах, по сути, только одна, да, зачастую. А семерок, наоборот, слойтон, немножко перебор. Ну да, но где-то еще иногда Алхимик используется тоже. В подспоре неплохо. То есть ты разворачиваешь? Стражбурь у оранжа, это очень круто. Да. То есть, например, тот же Стражбурь. Он Стражбурь 16, да, залетает? Да, это без пробаффов, считай. К восьмому ходу подъезжает Тирион. Обезапно. Есть ответ и в виде... Точнее, есть ответ на него, да, в виде разрушителя Чар. Хотя мы его не убиваем без помощи. Даже так будет. Ну да, так лучше. Хеллфайр, удар. Обисалом и испепелитель съедается. Прожорливая слизью и плюс пять брони. Идеальный ход. Сдавайте сюда еще мастерицу микстур. Просто вспоминая, как все начиналось для Павла, даже невольно оглядываешься и думаешь, как он распетлял эту ситуацию вообще к себе в плюс. Потому как там два полководца стояли на столе. На пятый ход Мурлинзя на восьмой Тирион. Но реально по таймингам у оранжа все хорошо. Отлично вообще. Как в лучшие времена прям. Не стесняется. Швед. Потягоньку заканчиваются карты для Паладина, а у Чиротежника в этом плане все намного лучше. Девятый ход. Крутится жизнеотвод. Второй дракон. Дракон и вестник. Божественный щит. Да нет смысла, наверное, даже сбивать. Может и противник тебя убить прямо сейчас. Ну, 17 хп вообще очень маловероятно. Даже не будет дракона ставить. Ого. Ну, любопытно. Два вестника, чтобы гарантированно забрать стол. Первый вестник, он забирается тем, что есть сейчас на столе. Именно праведная защитница и сенополом, плюс ударом, объединяющим клинком. А вот второго забрать уже возможности не представляется. А, ну, кстати, да, алхимик же не представляется. Та самая козырная карта, которая лежит в руке. Ну, казалось бы, сложно, но нет. Находи такой вариант. Оранж. Поэтому я вот думал как раз-таки по поводу именно дракона. В том, как дракон, ну, он был бы неприятен под Тарима, но в остальном-то заходил бы на ура. Смотрим дальше. И обисал шикарно заезжает. Боже ты мой, остается только одна провокация. И сенопол должен вернуться с одной единицей здоровья. Ну, это уже не так страшно. Пустая рука для паладина, 16 хп у чернокнижника, все очень здорово. Как же они играют. Просто... Судя по всему, там и кобыла, да? Судя по статам 5-5. Рабаф падает на сенопола. Ну, это действительно, это игра, достойная вообще финала турнира, я так считаю. И по скиллу игроков, и по топ-декам все неплохо заезжает. И лайнапы интересные. Я не очень согласен с разыгранным паладинчиком. Ни одного сквернения не было сыграно еще. Ну, кстати, да. Эта карта подставляет тебя. Смотри, если ты разбиваешь сейчас обисала, это разрушитель чар. Раз, два, три. Ну, вот с... И, возможно, рик тлена, да, который завершит, значит, да. Да, но этого нет. Будем закрываться стенкой. Гадкий на три зим и демон бездны. Ну что ж, 8 единиц здоровья. И, чтобы пройти провокацию, нужно оружие, да? А, ну сколько здесь не хватит тогда один? Нет, единичка. Плохой топ-дек. Я не думал никогда, что я это скажу, но плохой топ-дек для оранжа. Такое тоже бывает. Но не часто, друзья. Это точно. Так, сгорный великан. Нечестивый фанатик. Пошли размены. Самых статовых существ будем мы ему разменивать. Полный трейд. Очень круто, конечно, работать здесь на три зим. Вторая копия похитительницы трупов. Все еще в колоде Страж Бурь. Но нет лайфстила и нет божественного щита. И провокации, насколько я понимаю, тоже нет. То есть только будет мистерство. Нет, подожди, есть еще стенка. Защитник холму. Угу. О, ну тут все уже пошло-поехало. Бездуки шаркун. И, кажется, это начало камбы. Все, уже шесть единиц урона никак не пробивает. Здесь паладин. Даже если, ну кто там, Тарим. Что там пришлось? А Тарим, кстати, да, еще стеночка же. Да, да, да. Ну, друзья, это невероятно по-прежнему. Это просто что-то фантастическое. 1-2 для Павла. И у Оранжа есть еще все шансы, матч-пойнты для него, вернуться в этой партии и додавить все-таки Павла. Ну, скажем так, откровенно, у Оранжа он все равно является фаворитом сейчас по сложившейся ситуации. И вообще чудо, как тот чернокнижник выставил, я не совсем понимаю, с тем, как вот развивал эту партию Оранж, прям вот как Снежный Ком, оно все понеслось. Но находил ответы Павел и все-таки сумел выйти. Без поражения. Проигрывать нельзя было бы. 0-3 как-то, я думаю, не к лицу чемпиону мира. По-моему, Павел начинает играть только со счета 0-2. Вот он дает фору противникам. Ну, давай, ладно, поиграем с картонки. Поехали. Да, я готов. И действительно раскрывает весь свой потенциал. Что ж, ждем старта следующей партии. Победа на чернокнижнике минус эта колода. Далее Шаман. Вот эта колода, пожалуй, самая проблемная. Картошечка выигрывает у Тео, к слову. Круто. Отмечает Картошечку у себя в Твиттере, что его приз действительно большой. Уж не знаю, что он имел в виду. Вот так вот. Да. То есть он увидел приста Тео. Может, он покажет эту партию все-таки как-то там. Может быть, интересно. Чтобы все увидели жрица Тео. Ну что же, здесь попытка занять стол со стороны каждого из игроков. Паладин играет единичку. Праведная защитница. Шаман играет Элема плюс Тотем. Озерный Охотник без пробафа Мурлоков. Ну и Размен. Это же не Размен. Размен будет с помощью Глазастика, который уйдет в трейд, безусловно, с Озерным Охотником. Все четко делает Павел. Третий ход. Это у нас объединяющий клинок. Пушкой будет разбит Тотем. Закопламенем и... На этом пока все. И дальше. Ну, тут неплохой есть шестой ход уже видим, да? Ну вот продолжение сейчас. Дрэнэй-каторжники, возможно, да? Нет, это будет обилка. Хочет каждый ход прожимать способность героя. Павел, но там есть смысл. Хотя Дрэнэя в ману не выходили бы. Но они размениваются клинком, поэтому смысла в этом немного. А вот на следующий ход, допустим, комбо Дрэнэй-каторжники и эволюция. Это сильно, учитывая, что у тебя второй в Вольфруке плюс Допельгангстеры. Шикарно, шикарно. Монетки Мурлиндзя. Будем ли мы разбивать? Будем разбивать провокацию. Тут же опасается Оранж, понимая, что ситуация начала выходить из-под контроля. Сколько это может продолжаться? Хорош. Смотри, просто стенка 0.7. Адвокат. Ну, только кусачник слаб. В остальном все очень круто. Рух, Хухуран. Это сильно. И еще и фактически классовое существо шамана, да? На основе которого и работает эта колода. Если бы не алхимик, я не знаю, как тут справлялся бы в Оранж. Ну, и в любом случае, а кого забирать? Кусачника, наверное, потому как под грядущую эволюцию все может выйти вообще из-под контроля. Очень плохая ситуация. С другой стороны, можно принцессу Хухуран забрать. Но тогда ты не забираешь двух существ со стола и подставляешься под жажду крови. Два Мурлока. И это братья Мурквизиторы. Клинок минус тотем поля у Мурлоков. В ответ пойдут трейды. И я так думаю, что этот гангстер плюс эволюция. И после этого... Нет, даже не будет. Продолжает размениваться. Видимо, слишком хорошие трейды. Да, хорошие трейды находятся с помощью ТТ Моя Закопламени, а также Когтей. Просто наражает способность героя. Тут вообще весь стол меняется перед шестым ходом. Диана. Не жадничает Павел, безусловно. Забирает Мурлока 1-3. Мурквизитор погиб. 8 дамэджа, конечно, не ушло в лицо, но тем не менее. Это просто... Шестой ход. Абилочка плюс похитительница трупов. С полным набором пробафов. Которая даст сейчас своему владельцу 6 единиц здоровья. Вернет обратно, вернее. Ну и тут не хочет растрачивать ресурсы, Павел. Будем пробивать по лесу и зачищать весь стол. Все, на следующий ход уже стараемся и так забить противника. Хорошие статовые существа. Плюс у тебя хил тотем на столе. Идеально все. Тут даже реально не нужна комбафтора. Так все хорошо. Освещение ничего не делает. Ты забираешь только нефрита плюс тотем исцеления. Но при этом ты не умираешь от жажды крови. Не, ну понятно, что играть его нужно, но я имею в виду, что это не переворачивает ситуацию. Нет, ты умирал бы от жажды крови. Без разницы, да. Вах, вах. Дупль ганстеры и эволюция. Нечто из глубин будем ставить уже после, да? Да. Не, ну понятно, что освещение тут отлетало, спасло оранжа, но, наверное, ситуацию не меняет. Здесь вновь хорошая эволюция. Эволюция от Павла. Неруб. Неруб — это вообще, конечно, смерть. Который блокирует просто заклинание всем на два кристалла. Два-два. И мы смотрим на пятую решающую. Как это делает Павел, я не знаю, но какой-то точно секрет у него есть, потому что это продолжается снова, снова и снова. И понимаешь, противник... Каждый раз. Ну, давай, договаривайся. Да я все сказал уже, что... И понимаешь, противник, вот где-то я это уже видел такое, да? Одна партия вернулась, вторая. Там вот эту партию Павел выиграл таким образом, эту, да? То есть тут он начинал со счета... И даже в этом турнире была история, когда он проигрывал тоже 0-2, но возвращался со счетом 3-2. Секрет очень большой для всего сообщества Хардстоуна, как Павел это делает. Хотел какой-то эпитет. Ввинтить сюда. Да, там из категории от Павлуша. Может быть, это секрет и для самого Павла, как он это делает. Мне кажется, просто бросает картонки по фану. По фану, и у него получается. Получает удовольствие от игры, и игра отвечает ему взаимностью. Это все очень здорово. Ну что, ждем пятую решающую партию. Напомню, что это встреча лидеров турнирной сетки после шести туров в Швейцарке. Павел идет без поражений, 6-0. Первая позиция. Оранж был на третьей строчке после шести туров. Проиграл единожды. И оба они уже в плей-офф, без разницы, какой результат. Единственное, это будет влиять, конечно же, на посев. То есть тут, по идее, первое место будет играть с восьмым, и так далее. Второе с седьмым. Ну, самое главное, друзья, чтобы наши ребята прошли дальше, и мы увидели еще большее количество игроков СНГ, то есть всей территории, с Украины, с Беларусь. Хоть многие сейчас начнут разговор, что Украина не СНГ, но в целом будем называть это сообщество так. Почему? Потому как русскоязычное сообщество, это неправильно. Как не говори, так все понятно. Это наши ребята. Почему неправильно? Ну не надо, ну пожалуйста, Александр, ну не начинайте. Хорошо, ладно, не буду. Ну давайте с лозунгов тогда продолжайте. С лозунгов? Нам дядя Паша какие-то лозунги говорит, но их запрещено. В эфир, кстати, дядя Паша, может быть, настало время. Можете ворваться? Да, время. Не, у Паши рейд там. Хоть бы это в эфир пошло, серьезно. Хоть бы Паша там сам нажал случайно кнопку, и вы это услышали, это было бы очень круто. Нам это говорить запрещено, ну как бы, а Паше нет. Паша вообще ничего не боится, все, тринь-тарова просто. Кнопочку еще надо нажать там, Паша, и вещать тогда во всеуслышании, чтобы тебя все поняли, и начался у нас холивар в чате сразу же. Холивар начнется и так. Он уже идет, тут и другие есть темы для того, чтобы как-то по холиваре чате, очень здорово, все пошло. Все нормально. Паша, выходи. Дядя Паша может рваться, он в принципе... Он уже опытный, он был на прямых эфирах. И косвенно, то есть лампа падала от Дяди Паши. Тогда это было покушение на одного из кастеров, на Михаила, и также на менеджера по Харстоу, на Марию в тот момент. И Олеся там тоже была. И Олеся там тоже была, не влюбил. То есть он прям хотел АОЕ, да? Это было такое, как бы... Это был метеорит. Метеорит был. Хотел троих пришибить одной лампой, но не пошло, что-то не получилось. Глык бы ромазал. Фактически, знаешь, просто там... Паша мисплеер просто. Или это были суперчародейские стрелы. Которые все прошли мимо, в лицо попали куда-то. Попали в лебедя. В стол попали. В стол попали, все. Ладно, все, с этим разобрались, друзья. Ждем старта следующей игры. Возможно, у нас после включения Павла против Оранжа еще какая-то игра будет показана. Я так понимаю, самая такая жаркая борьба в партии Тайлера. И у Тайлера, на самом деле, есть еще шансы на выход. Потому как Тайлер это тоже очень большой работяга в рамках европейского дивизиона. Он да, он прям потеет. Он второй по поинтам после Синталола, второй после Бога. Потому как Синталол объехал и переехал абсолютно всех в рамках вот этого последнего шанса, в рамках фарма поинтов на каждом из ладдеров. И он просто неоспоримый лидер. Никто его победить не сможет от Европы. Он должен проходить на... Ну, попытки все равно есть догнать у того же Тайлера. Эрдю там как-то старается. Но сделать это будет, конечно же, невероятно тяжело. Но Тайлеру нужно выигрывать вообще. Вплоть до того, что он оторвался на 30 очков. Ну, это очень много. То есть Тайлеру нужно выигрывать сейчас, выходить на чемпионат и просто так получать путевку уже. Бог с ними, с поинтами. И не париться, да. Ну, это самый простой способ в кавычках, да. Вообще изи. Я так сто раз сделал. Друзья, напомню, что в этом году не будет отдельного турнира Last Call, Invitational. А будет просто прямое приглашение первым позициям в каждом из регионов по очкам от Blizzard. Тем самым будут награждаться именно те игроки, кто, собственно, потел больше всех на турнирах в этом году. Также в ладере, в общем, добывал Близзпоинты различными способами. И мне кажется, что это правильно, это здраво и так должно быть. И это как-то вот означает, что Blizzard все-таки прислушивается к мнению профессиональных игроков. Потому что в прошлом году было негодование на этот счет. Ну, потому что очень много трудяк, по большому счету, кто каждый месяц, каждый день сидит, фармит себе ладер, играет турнир и пытается заработать очков. Эти ребята-то, по сути, они и самые драгоценные игроки всего мира Хардстоуна. Вспоминаем Павла, который по результатам последнего шанса прошел и выиграл чемпионат мира как наиболее скилловый. Это, наверное, есть справедливость в этом. Если бы все было по поинтам, то туда бы прошел РДЮ. Это тоже было бы справедливо, это в какой-то степени РДЮ заслужил. Но история уже написана. Может быть, стоит сходить в церковь и свечку поставить. Православная румынская церковь обычно. Православная румынская церковь. Агрессивного жреца от русского игрока. Очень здорово заезжает Вестник. Напомним, что это кого-то без повторов, поэтому получить Думсера на старте против такой достаточно агрессивной деки, это просто шедеврально. Здорово, здорово закрепляется. Кстати, пока мы не ушли далеко от темы Тайлера, только что запостил он твит у себя в социальных сетях о том, что закончил девятым. Я пытался, ребята. Кто? Тайлер. А Тайлер? Ну, то есть, все, первые восьмерки выходят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тайлер, извини, но ты... Ну, это прям грустно, то есть он по тайбрейкам, да, не прошел. Да, ты проигрываешь. Что, озвучим или подождем, может, еще включение? Подождем, давайте партию. Потому что частенько были, во-первых, такие моменты, когда мы говорили результат, а потом эти игры залетали на стримы, это было как-то неловко. Здесь очередной раз паладин захватывает стол и нужно искать ответ. Темное видение, слово силы ужас. Ну, вот вопрос. Или нет? Будешь ли ты играть от пробафов? Это будет зелье безумия плюс астральная плеть, может быть. Да, астральная плеть зачищает весь стол. То есть Павел играет здесь от пробафов, играет от Тарима. Очень грамотный, красивый ход, можно было сыграть. Стоп, минус стол, плюс ХП. Все путем. Ну и на всякий случай. И вот сейчас в такой ситуации это большие проблемы для паладина. Потому как жрец, который отконтрил раннюю игру, имеет очень большой процент на победу. И этот паладин, вот внезапно, да, казалось бы, шаман и паладин это центральное противостояние. Вообще вот в рамках этой встречи именно шаман выходит победителем. Причем с огромным отрывом. И Мурлок паладин проигрывает. Хотя, казалось бы, колодка-то более сбалансированная. Ну тут, знаешь, все зависит еще от старта. Найдется ли тот же Вестник, найдутся ли ответы в виде массовых зачисток. Но, как мы видим, пока что получается. Подобно, и темная жрица заходит здорово. Шестоход ворует она Гидролога. Ну, темп, темп существа. Есть цель под пробав в виде грибнистого скакуна. Также приходит Мурлинзя. Мурлинзя, карта камбэка. Я думаю, что именно Мурлинзя вместе с Мурчидином появится на игровой доске. И уже на легендарного Мурлока будет играться пробав в дальнейшем. Вижу, словать мы ужас топ-дека для Паула. Нет. Каланакус тоже неплохо. Ну, конечно, Shadow World Horror это было бы очень грязно. Это была бы точка. Так, ну что ж. Что мы хотим получить с Казакусом? Возможно, даже зелье за один кристалл. Или? Или за пять все-таки, ну, как бы играть... Ну, десятка точно, наверное, мимо. Есть какой смысл против паладина в десятке? Заморозка есть, насколько я помню, да? За один кристалл ты можешь наролить... Заморозка одного юнита за один кристалл. Ну, то есть ты можешь разменять двух Мурлоков и заморозить... На одну клинзу. Ну, это не критично. Сейчас самый просто сильный дроп играется. Павел, подумал-подумал, дай бахом пророка Вилена на стол. Хил на четыре. Только Тарим теперь нужен. Ну, либо яд, я думаю, даже, да? Уже тебя гребнистый скакун, ну, не очень-то и спасает. То есть твой оппонент за счет выставленного Вилена вырвался далеко вперед. Это адаптация, судя по всему, будет от Орэнджа. Что мы будем добавлять к адаптации? Посмотрим на Мурлоков сначала. Просто если ты играешь адаптацию сначала, то ты надеешься только на Яр. Чтобы забрать, допустим, Вилена, и тогда погибает Мурлинзя. Решает забрать самое слабое существо. И после этого даже закрыться Тирионом. Ну, это сильно. Это очень-очень сильно. Зелье драконьего огня на десятку. Но играть не кратка балла. Великолепно заходил в очередной раз. Сильный дробь, Геря находит в размен. И хил на четыре. У живых остается только гидровок. Ну, слушай, я не знаю, как тут Артас будет камбетчить. А уже никак. Уже... Один проиграл. Вилена надо забирать, потому как Вилен очень опасен. И таким образом ты выхватываешь семерку в лицо. Вилен, который там ново под Виленом. Это ужасно. Слушай, и, судя по всему, это Мурлок Паладин, который три игры подряд заливает. Это очень странно. Тем более, у Оранжи очень сбалансированная сборка. Вмещали мы это неоднократно. Волода действительно классная. Но здесь, как бы... Павла не законтрить. Да. Blizzard, нерв, please. Павла. Находит интересное решение. Зачищает полностью практически весь стол. Остается только песни крат. Но это меньше из зол. На деле я за пять. Десятка, да? За десять. Ну, к десятому ходу, да. Копается именно десятка. Уже сейчас десятка выглядит самым сильным вариантом. Что за зелье-то хоть покажите. По-моему, это АУЕ или не АУЕ? Сейчас узнаем. Мурч один из столя. Озерный охотник бафает его. И пробав на охотника. В виде грибнистого скакуна. Что-то для Павла. Это гномозелье. Ну, играется десятка. Или нет? В зависимости от того, что там нашел. Павел. Пока, к сожалению, нет возможности такое посмотреть. Что там интересного. Восемь я видел, да, демон. И... Ну, да, борт трех карт, судя по всему. Визык демона восемь восемь и дроу трех карт. Я думаю, даже не стал здесь лечить песни крада. Теперь он ушел. Остается Тарим. Еще один Мегазавр. Хотя это первый. Хотя это первый. Ну и Мегазавр уже играет всего лишь на одно существо. Яд на Малышар. Мурчагина. Синопал Огниус. В виде провокации закрывает этот стол. В ответ летит массовая зачистка зелья драконьего огня. Погибают все юниты. И в гордом одиночестве остается собирать рысокровищ. Ну и лечим, конечно же, Тиранду. Пустая рука у паладина. Надежда умирает последней. Ну и алхимик бесполезен. Алхимик плох. Ну и зелье пошло за десять. Набираем карту. Не жадничаем тут лишний раз. Призываем демона восемь восемь. Я три рандомные демона в руку. Все-таки три демона, да? Два принца Малтезара. Принца Малтезара неплохо. Страж тоже сойдет. Стоит, наверное, отметить, что этот страж очень часто вообще попадает в трансляции и выпадает с Казакуса. Сколько я вот вспоминаю, да? Постоянно он где-то фигурирует. И, наконец-то, Лира приходит. Вечное служение. Можно Вилена найти. Попытаться, да? Раскопать. Казакуса возвращает на стол Павел. Ну, никак уже тут не побороться с Лирой, со статовыми существами. Тебе кровь из носу нужен Тарим как можно быстрее. Можестный щит. И неплохо сыграно. Очень много урона на столе. 14 и влетал, друзья, прилетит. Ну что же, это шедеврально. Это невероятно, но... 0-2. Павел говорит, окей. Начинаем игру. Я готов. Погнали. Что там у тебя? Пал 1. Иди сюда. Иди. Просто обнимашки после этого. От Павлушин еще один. От Павлушин просто по полной программе. На сей раз под этот каток Папал Оранж. 7-0. Без поражений идет русский Витязь. Вновь он занимает лидирующую строчку в этом турнире. 70% винрейт после 30 игр. 21-9. Вот такая вот статка неплохая весьма. Но это еще не конец. Нужна еще одна победа. И тогда уже Павел поедет на сезонный чемпионат. У нас уже известна восьмерка участников. Игорь, гласите ее, пожалуйста. Игроки, которые схлестнутся в жаркой борьбе за 4 путевки на чемпионат. Итак, это Павел, Амикс, Ник Слей, Деним Блу, Олдбой, Оранж, Руни и Ханта Рейс. Такая восьмерка. На девятой позиции за бортом на Бабле, как это называется, в покере остается Тайлер. Тайлер далее. Жанецкий, Картошечка на 11-й позиции, Бостон на 12-й, Адемиан 13-й. И в Орду 14-й, Ка 15-й и Кика 16-й, Ка все-таки тоже по тайбрейкерам не прошел. Турнирная таблица. Но в любом случае и Картошечка, и Ка выиграли свои последние матчи. Хорошее в целом выступление. 5-2 реально было попасть в стадию плей-офф, если бы они как-то проиграли другим оппонентам. Самое главное, что они доиграли до конца и показали действительно сильную игру и волю к победе. И ты знаешь, в очередной раз эти ребята в паре, да, грубо говоря, появляются вновь и вновь в турнире. Вспоминаем Картошечку на DreamHack, на которой он приехал, да, и здорово подготовился, здорово показал себя на турнирной трансляции. Попал в плей-офф. Да, все, все замечательно для него. Ка постепенно тоже вырывается в топ, все снова и снова, я думаю, М19 посмотрят, посмотрят, и его тоже себе заберут. Потому как швейцарская система, вторые уже прелимы, на которых он участвует, дальше должно быть лучше. Первый раз он выступал 1-2, сейчас уже это 5-2 результаты, и впереди, я думаю, все самое интересное для этих участников. Ну а что, если переходить к восьмерке у нас вышедших, выживших, я бы так сказал, после этой мясорубки, после семи туров в Швейцарке. Есть топовые игроки, неймы такие, как Павел, Оранж. Приятно, что Павел не в одиночестве, что также из наших парней пробился туда олдбой. Будем болеть за этого молодого украинского игрока. Ник Слей, было бы приятно его увидеть также в плей-офф. Человек Дансгейм. На вебке его, кстати, не было, он попадал несколько раз на трансляцию, но только с фоточкой. Дэнни Блю, у него очень такой хороший лайнап, и нам говорят, что будет игра олдбоя. Это все еще седьмой тур. Мы готовы, готовы вырываться. Олдбой против...